Девушки отдыхают Вот такая у нас заготовка в прошлом видео получилась Давайте теперь разберемся как сделать голову и оружие С головой все проще Уже я видео снимал как можно вылепить симметричную модель или болванку очень быстро Давайте рассмотрим это все дело Вот так у нас выглядит голова Сделана она в скульптрис Вы видите что глаза я не вставлял Глаза будут вставляться потом уже в зебраш Кое где что то доделываться будет Ну в принципе вот симметричная уже голова болванка есть Как здесь работать вы наверное уже знаете Ничего тут сложного нет Посмотрите прошлое видео не буду вдаваться полностью в подробности от начала до конца как ее делать Давайте сделаем дубликат И на нижний дубликат уже болванку сделанную в скульптрис просто импортируем сюда Так теперь с помощью MOV давайте ее установим где она у нас должна быть Это вот это ее место Голову можно кстати чуть-чуть развернуть Вот так Вот так И немножко уменьшить Слишком большая нам она не нужна Вот когда вы голову уже установили Можно переключиться на каркас на тело змеи И используя CTRL SHIFT поставить RIM RECT И вот эту часть можно вот так вот обрезать Предварительно дивайды уберем сейчас Вот они Жмем до лоу И вот так вот все это дело обрезаем Теперь если вы уберете голову Вы увидите что у вас уже обрезка есть И вот это все дело с помощью MOV Topology Можно вот так вот подкорректировать Что плохо что от змей у нас мы не можем вылепить симметрично А потом уже подкорректировать как с болванками людей допустим Поэтому в этом лично для меня заключаются трудности Когда голова у нас установлена Мы можем добавить глаза Глаза я уже неоднократно тоже показывал как вставлять Жмете append в sub-tools и жмете shift в сферу Также вы ее уменьшаете Используя size И с помощью MOV уже вы ее можете установить на свое место Опять же голова у нас сделана в скульптис Она симметрична Но здесь симметрия не будет ее вставлять Так что придется глаз просто перетягивать Используя MOV и используя клавишу CTRL Вот так глаз мы поместим Откорректируем Зажимаем CTRL И вот так вот перетаскиваем глаз на второе яблоко Глазное Все это мы выравниваем Корректируем Опять же используем MOV И потом когда уже глаза у вас установлены Вы переключаетесь на модель Уменьшаете draft size И можете здесь уже подкорректировать Вот так вот брови Так вот такая голова у нас получилась Здесь когда мы объединим Можно уже будет ее соединить мягко На этом пока не заморачиваемся Создаем просто болванку Так давайте теперь сделаем шляпу Шляпа это самое простое Жмем append Жмем цилиндр Переключаемся на цилиндр И опять же с помощью MOV Вот так вот ее корректируем Чуть-чуть подгоняем Заходим опять же в геометри И опять Чуть-чуть поработаем с айзом Делаем вот такой вот блин С помощью MOV Опускаем его И с помощью ротации Уже можно Так вот подкорректировать Вот что-то такое у нас получается И опять Заходим в саптул И опять ставим append И цилиндр Опять переключаемся на цилиндр С помощью MOV Опять же его поднимаем Выравниваем Выравнивать не обязательно Ну просто если Кому как удобно Так Делаем чуть-чуть его площадь И чуть-чуть меньше Устанавливаем его Вот так вот Центр И опять же Корректируем с помощью ротации Подгоняя одновременно После того как вы сделали Уже Выравнивая его С помощью MOV Вот что-то такое у вас получилось Можно еще ее Вот так вот выравнить Ну вот Где-то такая шляпа у нас получается Но вы видите Что она вверху сидит Можно опять же Объединить ее Вместе В нижнюю и верхнюю часть Чтоб уже работать Было Интересней Или сначала Поработать с нижней частью Как это делается Переключаемся на нее Добавим дивайдов И теперь с помощью Опять же MOV Topology Можно вот эти края Вот так вот Чуть-чуть подзагнуть Вот так Заднюю часть Тоже можно Или вот так вот Припустить Или приподнять Это вы уже Как вам Будет интересно Какой вид будет У модели Вот так все это Чуть-чуть вытянем И теперь Переключимся На верхнюю часть Опять же Сделаем Ctrl D Немножко Вы видите Что она Приподнялась Мы вот так Можем опустить И когда Приближаем Если модель У нас вдруг Симметрична Можно ее Просто вот здесь Вот так вот Попримять Вот эту часть Можно чуть-чуть Вытянуть Вверх Вот так вот И заднюю часть Чуть-чуть Приподнять Центр Можно кстати Углубить Вовнутрь Сделаем Давайте Dynamesh Так Что у нас тут С сеткой Все нормально И теперь Использую Клавишу Ctrl Вот так вот Можно ее Обвести Уменьшить И Ctrl Alt Вот так вот Чуть-чуть Подкорректировать Нажимаем Ctrl И И теперь Можно использовать Move Вот так Вы его ставите И вот так Чуть-чуть Уводите Вглубь Зажав Ctrl Снимаете Маску Если вам Нужно Можете Использовать Shift И вот так Чуть-чуть Выгладить Потом Долепить Где-то Что-то Добавить Детали И в принципе У вас получается Вот такая Вот Неплохая Шляпа И теперь Можно Сделать Ленту Лента Делается У нас В кистях Это Вот Кисть Для ремней Для полосок Всяких Сейчас Вот она Курв Стрейп Снэп Вот мы Открываем Выравниваем Выравниваем Как надо Вот так Вот Вытягиваем И жмем Shift Видите Появилось Кольцо Вот Это кольцо Мы чуть-чуть Выравниваем Потом Нажимаем Уменьшаем Draw Size И нажимаем На курву Вот у нас Уже Получилась Лента Также Вы Можете Потом Подкорректировать Подогнать Где-то Добавить Патроны Это Курва Снимается Просто на Объекте На любом Нажимаете И все Курва Исчезает Также Можете Опять же Переключиться На Moff Topology И вот так Ее просто Потом Подкорректировать Также Ее можно Отделить От шляпы Это Вот у вас Subtool Есть Снимаете Маску И нажимаете Split И Go Split Ок Вот у вас Получилась Отдельная Полоска Ленты Сюда Можно Также Плетенку Какую-то Добавить Вот такая Шляпа Так Теперь Давайте Насчет Стволов Посмотрим Как сделать Стволы Тут Все Опять же Просто Можно Сделать Ее В shadow Box А можно Просто С цилиндра Ну Первый Цилиндр Мы поставим Потому что Там Цельная Часть Вот так Мы ее Переключим Ctrl D Включаем Move И опять же Сайзом Делаем Основу Нашего Оружия Теперь Переключимся На Главную Модель На Каркас И вот Это Дело Все Вот Так Обрежем И С помощью Moff Topology Подгоним Под Наше Оружие Дело 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 Если Если Нам Не Нужны Особо Детали Мы Можем Просто Использовать Опять же Вот этот Цилиндр Использовать Moff И Ctrl Зажатую Ctrl Z Так Сделаем Теперь Dynamesh И Вот Так Будем Вытягивать Потихоньку С помощью Scale Либо Уменьшать Либо Прибавлять Объем Когда Вы будете Устанавливать Смотрите Чтобы Более Менее По центру Стояло Ну Чтобы Чтобы Ровнее Все Это Выглядит Дело Дело И Теперь Можно Наметить Выемки Ставим Симметрию Если Сработает И Ставим Радиалы Не Получится У нас Вот Эти Детали Кстати Можно Делать Отдельно А потом Забрасывать К общей Модели И Уже У вас Будет Получаться Просто Сборная Модель Так Делать Модель Делать снимаем маскирование вот такой ствол у нас получился что теперь можно сделать это его повернуть чуть-чуть допустим мы ставим ротацию и вот так вот можно сделать вот так хвост как будет у вас поворачиваться так давайте теперь попробуем сделать патроны для этого мы опять используем значит кисть курс трэп снэп вот эту зажимаем так вытягиваем нажимаем shift выбираем место снимаем выделение и вот у нас получаются уже ремни можно сделать теперь патроны все это дело это установить на вот этот ремень и потом его просто так передвигать и корректировать как это все опять же делается опять же надо сделать дайна мэш вот этой вот фишки и теперь давайте сделаем патрон нажимаем аппенд жмем шреп вытягиваем давайте отключим все наши модели кроме сферы нажмем alt и левая кнопка мыши вперед двигая мышку уменьшаем теперь к этой сфере добавляем давайте цилиндр добавим дивайдов опять уменьшим размер и включим видимость нашей сферы бывает забываю но это не проблема вот такая заготовочка у нас и с помощью мофу так поднимаем и прибавим размер откорректируем со всех сторон и немножко еще вытянем побольше поставим используем опять резку переключаемся на сферу на нашу и вот так обрежем все вот у нас вышла пуля если мы объединим можем потом ее уже там вытягивать корректировать кстати вытянуть можно и вот так вот пулю сделать острее и вот сюда вот можно уже добавить точно так же капсуль используя цилиндр и сделать выемки ну полностью гильзу вот эту так же можно ее маскированием все это дело отмечать ну вот принцип понятен вот такая пуля у нас будет получаться опять же добавим к ней с помощью вот этой писти ремень вот такой вот ремень у нас получается мы его можем отделить и потом с помощью сайс мы можем отделить с помощью сайсу такую сделать и потом его вытянуть вытянуть добавим чуть чуть с двух сторон боковые ремни вот так вот нарисуем и теперь давайте отделим опять их чтобы можно было удобнее работать с ними маску и опять grow split окей переключимся теперь на этот ремешок и с помощью ротации вот так вот чуть-чуть повернем Продолжаем. Теперь немножко его вытянем. Вот так вот. Вот это будет у нас ремешок. Мы его сейчас чуть-чуть еще повернем. Вот это будет у нас два ремешка. Мы их можем потом обрезать или потом примять уже на ремень, когда будем присоединять. Давайте этот патрон теперь объединим полностью. Так, вот это он. Делаем Merge. Merge Down. Окей. И так вот. Окей. И вот так мы можем уже здесь работать. Устанавливать вот эти патроны. Кстати, не работайте с патронами, которые уже есть. Стандартные, готовые. Потом, когда вы модель начинаете корректировать, что-то делать, они просто тупо уже растекаются. Вид у них становится гадкий. Вот. Где-то вот так вот у нас получается патронтаж. Здесь можно ремни выделить, швы поставить, капсули добавить. Где-то ремень потом подкорректируется. Можно его тоньше сделать. Опять же, используя геометрию. Вот так вот ремень можно уменьшать. И можно его потом вот так уже подтягивать, корректировать, выдавать ему изгиб. Вот так вот. Так, давайте посмотрим, все теперь включим. Все детали, все детали. Вот когда вы установите патроны полностью. Сейчас я вам их покажу. File. Вот так вот будет выглядеть ваш патронтаж. Вот полностью. Здесь вы можете потом еще добавить много деталей. Вот вы видите, как он сверху смотрится. Если вы его объедините, то можете сохранить потом и использовать на других моделях, допустим. Или вот так вот работать с помощью MOV. Все, всем пока, до свидания.